Ну все, мы уже практически подъехали, осталось ехать примерно 3 минуты, а мне все же не терпится посмотреть на ваши догадки в комментах. Какое же животное вы написали, думаете, что мы хотим подарить Тишина день рождения? Ну, вообще хочу добавить, что мы толком еще не определились. Ну, если честно, да. Мы просто едем посмотреть. Да, может быть такое, что мы сегодня снимаем это видео, а завтра мы еще кого-то поедем смотреть. Да. Ну, по-моему, может быть даже... Нет, такое не может быть. Я хотела сказать то, что сегодня мы снимаем видео, а завтра уже покупаем. Нет, нет. Такое не может быть. Потому что мы не сможем скрыть от Тиши. Мы не сможем прятать, да. А вообще Тишули будет 6 лет, и почему-то именно на 6-летие захотелось сделать что-то для него особенное, правда? Да. Когда, если не на 6 лет? В 7 лет он уже будет более взрослый, возможно, ему не так будет интересно. Я имею в виду аниматоры, там праздник детский, все такое. Ну, в принципе, продумали очень классно все. Нашим праздником занимаются аниматоры. Будет аниматоры... Короче, разные супер-герои будут. А еще будет очень большой монстр-тряк, ты знаешь? Я тебе фотку показывала? Да. Большущие колеса. Это джип на 12 мест. И он повезет вас в кафе, где, собственно, и будет проходить весь праздник. Понял? Да. Он, типа, всех гостей будет вести? Ну, все не поместятся, но 12 человек детей поместятся. А еще? А еще. Сейчас мы вам покажем милоту. Ждите. Да, и уже мы почти приехали. Осталось 300 метров. Ребят, это, собственно, то, зачем мы сюда приехали. Карликовая зеленая обезьянка или верветка. Будет она примерно еще в полтора раза больше, когда вырастет. Ну, а сейчас ей сколько? Два месяца, да. Два с половиной месяца. Она еще маленькая. Она кружечка, но она такая смешная, как наш Тиша, точно. Я думаю, они подружатся у нас. Сейчас ей дам бананчик. Смотри, смотри, смотри. А, игрушка закрывай. Это ее любимая игрушка. Это девочка. Хорошая. Дашь ей бананчик? Угостишь ее? Сейчас посмотрим, будет она есть или нет. Не хочет? Бери бананчик. А ты что-то с тебе знаешься. Она хочет выйти. Она такая шустренькая. Вот за пять минут до нашего пребывания здесь я поняла, что она очень шустренькая. Она такая быстрая. Банана, дай. У нее в одну секунду 10 движений. Не хочет банан. Смотри, как она резко убежала. Я не поняла, как она с клетки убежала. Она тебя боится, видишь? Ей надо знакомиться. Мы же для нее новые гости, новые люди. Там, кстати, недавно пришли. Она так боялась. Но девочки, они лучше знакомятся. Они более добрые. Они меньше боятся людей, чем мальчики. И девочки, они более добрые. Они послушные. Мальчики бывают с характерами. Особенно, когда именно растут. Тогда у них бывает... А вообще она живет вот в клеточке. У нее есть клеточка. Желательно, чтобы клеточка была побольше. Ну вот сейчас для нее вот это нормально. Когда она подрастет, то, собственно, ей надо будет клетку побольше. Иногда надо ее выпускать. Когда она долго сидит, ты ее выпускаешь. Ей надо везде побегать, потому что она целый день сидела. И она теперь бегает. А ночью она спит хорошо? В десять часов она ложится, накрывается в гамаке. И до скольки она спит? Я не знаю до скольки. Я встаю, она не спит. Но смысл в том, что у нее график вообще железный. Можно здесь ходить, смотреть телевизор. Там какой-то движняк. Она очень милая. У нее такая милая. Она идет спать, говорит всем гудбай. И как мини-пих. У нас мини-пих так же делают. Дань, как она тебе снег? Классно, мне нравится. Она такая мимишная. Ребят, если вам нравится эта обезьянка, обязательно поставьте лайк. Вот Дане понравилось, мне тоже очень. И мне понравилось. Я не знаю пока, что мы будем с ней делать, но она классная. Это каракал. Ему только полтора месяца. Это очень похоже не на рысь, на русей. Из семейства кошачьих. Да, относятся к семействам кошачьих. Вообще вырастают, когда весят от 12 до 20 килограмм. Этот каракальчик, он полторамесячный. Примерно 75 сантиметров длины. Да, они очень милые. Они маленькие, их еще кормят бутылочки. У них очень красивые мордочки. Смотрите. Я не вижу. Вот этот вот. Они оба спят. А что они, если спят, то вместе, да? Смотрите, какие мордочки красивые. Они очень красивые. А какая стоимость каракала? 5 тысяч евро. Так вот, почему они такие красивые. 5 тысяч евро цена каракала. Ребят, если вы в шоке, обязательно ставьте сейчас лайк. Они очень красивые. Смотрите, какая дружба. Это кот ихний, старенький. Ему уже 12 лет, да? 15. 12-15? 15. Он уже такой старыкашечка прям. Старенький. Кормят. Вырасивают. Это кошара. А как его зовут? Кошара. Кошара так и зовут. Его так и зовут. Кошара. Смотрите, как играет с хвостом. Если вы считаете, что нам стоит купить тишки обезьянку, обязательно сейчас поставьте пальчик вверх. Или смайлик какой-то в комменты. Чтоб мы знали. Катать мячик она будет играть? Ой, мячики катать. И резинку. Она вообще все любит яркое. Что-то спереть и бегать. Какую-то конфету. С этой конфетой во рту гасать по всему и дразнить. Типа, а-ла-ла-ла, я поймала, я забрала. Она ест конфеты? Да. Их давать часто нельзя. А какие ест? Все ест. И поэтому стараться не... Зубы портятся так же, как и у людей, и у детей. Поэтому давайте, если будете конфеты, то лучше черный шоколад. Лучше всего какие-то хорошие. Без добавок. Ну, вот я тишетку и покупаю. Он горький, но он его ест. Ну, а если не давать молочные, дети едят горькие всю жизнь и считают, что он самый классный. Да, да, да. Потому что ты тулишься. Для нее этот кот как мамочка. Защита для нее. Да, нянька, нянька. Он сначала ее гонял, потом уже ему надоело. И он уже понял, что от нее не избавишься. Такое классное. Смеляет хвостом, лежит злой, натерпит. Уже видите, она уже не напрягается, чтобы рядом уже поспокойнее так вот. Держи бананчик. Ай, ты хорошая такая. У нее упал бананчик. Она специально не подбирать, ждет, пока ей дадут. Конечно, умная. Алло. Ну, вот обезьяна с бананом, это так красиво смотрится. А вот, давай, перезвоню. Можешь заканчивать. Она пришла ко мне на ногу, ничего себе. Конечно. И вообще, как только вы с ней окажетесь дома, вы будете для нее номер один. Она будет только у вас. Володя будет последней, кому она пойдет. То есть вы, потом дети, а потом только к мужчине. Они так почему-то привыкают у них. Почему-то именно такой образ. Можно ее назвать как угодно другим именем. Это наше имя. Сугубо у нас тут все. Я, например, Каракалов называю Димон и Куба. А у Амели, у Леша и Сережи лежат в этом духе. Пока-пока. Скоро встретимся. Прощаемся с ней. Да, скоро встретимся. Ну что ж, если вам понравился подарок, который Тиша получит как главный подарок на свой день рождения, то обязательно ставьте лайк. А также ставьте лайк, если тоже хотели бы потискать обезьянку. Да, не то, чтобы иметь, чтобы было личное, а именно хотят поиграться, посмотреть разных животных. Так как она нас видела сегодня впервые, она настороженно к нам относилась. Но все равно, она быстро привыкла. Я же говорила, что девочки, они быстрее привыкают к окружению. Но она даже один раз мне прыгнула на ножки и потрогала мой пальчик. Это уже просто. Когда не снимали, вернее, когда в кадр не попало, то, что когда она была в клетке, я ей руку подсунула, она своими пальчиками за мой взялась. И так, у нее такие руки нежные, прикольные. Она как человечек живет. Да. Ушки такие, как у людей. Маленький человечек. Так, если вы все-таки считаете, да, что это самый крутой подарок, который только может быть для ребенка, обезьянка. Ну, животное. Животное, обезьянка, тем более. То обязательно ставьте лайки и следите за нашими видео. Да. Кстати, также пишите в комментах, как же можно ее назвать. Это девочка, не забывайте. Какое-то женское, красивое и стильное. Это должно быть что-то стильное, что это необычное, потому что она будет у нас. Блогером. Да. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok